Магомед Махатилов Магомед Махатилов Магомед Махатилов Магомед Махатилов Магомед Махатилов У нас не все и не всегда знают, как это сделать эффективно, квалифицированно. Соответственно, задача нашей лаборатории состоит в том, чтобы изучать, обобщать и распространять позитивные какие-то социальные технологии именно в противодействии экстремизму и терроризму. Это как высшее проявление экстремизма, терроризм. Лаборатория существует с конца 2015 года в Дагестанском государственном университете народного хозяйства. Получилось очень эффективно, потому что мы непосредственно находимся в ВУЗе, где учатся несколько тысяч представителей молодежи республики. Мы можем проводить там социологические исследования, и этими делами мы занимаемся, проводим анкетирование в динамике. Мы получаем социологический срез по всем категориям молодежи из разных регионов Дагестана, даже из-за границы есть студенты там. И опросы, которые мы проводим, через год повторяем, получаем так называемую динамику. Что изменилось в сердце молодого человека с того момента, как он стал студентом? Не секрет, что одна из эффективных форм социализации молодежи, то есть приведение их в нормальное, миролюбивое состояние, это учеба в ВУЗах или средних специальных учебных заведениях. Многие ребята приезжают из сел в город, и чтобы он там в городе не потерялся, родители понимают лучший способ, чтобы он имел какой-то социальный лифт, мог развиваться, зарабатывать больше. Это поступление в учебные заведения. И вот как раз там мы с этой молодежью и работаем. Кстати, очень хорошая ситуация, несмотря на двоякость, да, множество ВУЗов и филиалов, которые, мы долго говорим об этой ситуации, оно не совсем, конечно, правильно, но какую-то роль в организации и увода этой молодежи, этих детей из других деструктивных, скажем так, из неблагополучной среды, да, да, она, конечно, делает. Ну, говоря о лаборатории, это, конечно, было введение, я уже говорил о том, что мы не должны расслабляться. То есть, несмотря на то, что ситуация сейчас настолько острая, что мы вот видим кратное уменьшение проявлений террора в Дагестане, но понятно, что это не повод для самоуспокоения. Есть масса причин, по которым мы должны продолжать работу и, наоборот, еще больше активизировать ее, учитывая то, что угрозы никуда не делятся, они остаются. Вот подробнее, наверное, об этом, о той работе, поскольку ты имеешь большой опыт, ты работал в разных структурах, и в МВД был в пресс-службе, и работал в НАКе, у тебя в этом плане достаточно широкий спектр возможностей и потенций. Отвечая на этот вопрос, должен сказать следующее, мы, да, достигли спокойствия, которого не было в Дагестане последние 15-20 и даже больше лет. Ну, с 90-х годов, собственно говоря, с начала 90-х годов республику трясло, и это главная проблема. Просто зрители должны понять, я об этом говорил много раз, скажу и здесь, у нас нет конфликта межнационального, у нас нет конфликта межконфессионального, у нас конфликт внутриконфессиональный. И то, если строго этот процесс анализировать, используется псевдорелигиозная риторика. Религиозный конфликт, по большому счету, если уж этим заниматься, изучать, он сводится к тому, кто как руку держит, кто какую молитву читает, кто как поворачивает голову в молитве. Ну, вот как бы вот так. Но основная база, вот то, о чем мы должны сегодня сговорить, при всем том успехе, который сейчас достигли правоохранительные органы, мы должны понимать, что исход решил вопрос. Люди, которые здесь баламутили среду, они уехали в Сирию. И проблема, из-за которой все это возрождалось, к сожалению, осталась. Вы сами свидетели, что периодически, после ликвидации очередного одиозного какого-то лидера, главаря, это все через некоторое время снова повторяется. Не будем скрывать. Возникновение так называемого ИГИЛ, структуры, запрещенной в России, и выход на арену международной, вот этой вот террористической системы, структуры, квази-государства, псевдо-государства, там очень много названий, которые можно было назвать. Оно, конечно, сыграло роль лаконцевой бумажки. И, кстати, не только в Дагестане. Фактически весь постсоветский мир, в основном, естественно, исламский мир, он оказался подвержен этому влиянию. И не только постсоветский, мы видим, что вполне исторические христианские государства оказались под влиянием этой пропаганды. Противопоставить вот этому умелому инструменту, который они реализовывали через СМИ, через интернет, было очень сложно, поскольку мы с тобой об этом не раз говорили в разных программах. Там работали хорошие клипмейкеры, и то, что было, та картинка, которая была создана, она просто била на сознание. Вот подробнее немножко об этом, именно о той инструментальной форме, которая использовалась для привлечения наших молодых ребят, и не только наших, но и вообще молодежи со всего мира. Ну, должен сказать, что мы разработали брошюру, называется «Исламская государство как маркетинговый проект». Если очень коротко, мы подготовили брошюру, подготовили на ее основе презентацию. Должен сказать, что на одном из мероприятий, куда нас приглашали по линии под эгидой Федерального агентства по делам молодежи, нас попросили разрешить им тиражировать вот эту презентацию для других регионов. Если очень кратко, суть такая. Продвижение так называемой исламской идентичности в мире, в частности, на Ближнем Востоке, на юге Российской Федерации, в Западной Европе, ну, вообще везде, куда затягивается вот этот псевдохалифат, идет методами маркетинга, идет продвижение товара исламской идентичности. И теми же методами продвигается в супермаркетах продажей какого-либо кетчупа. Абсолютно то же самое. То есть идет вброс информации, идет вокруг него некие процессы, делающие информацию модной, востребованной. Потом она входит в подсознание, человек перестает ее отторгать, в конце он уже ее воспринимает как определенный маяк, исходя из нее начинают оценивать все окружающее вокруг себя. Такой сетевой бизнес. Да, и он осуществляет в итоге покупку. Покупка кетчупа и покупка того, что тебе пытаются внедрить в мозг, происходит. И человек уже, если тем более не имел какую-то базу образовательную, не имел общий цивилизационный уровень развития, он легко это берет в себе. Все прекрасно знают, очень многие среди вас есть ребята, которые сталкивались с соседями, во дворе на лавочке сидит молодой человек и говорит, вот иншаллах шахидом стал показывать на телефоне. Во-первых, с какого он решил, что он шахид. Во-вторых, вот эта технология прямой продажи, она существует и в маркетинге. То есть, когда девушка продает другой девушке тени, там помаду, говорит, вот я купила замечательное средство для ухода за кожей. Она ей верит, потому что она глаза в глаза с ней разговаривает. Вот эти люди, которые занимаются вербовкой, они используют вот эти методы прямых продаж. То, что существует в обычной торговой практике. И мы должны из этого сходить. Но самое главное, они создали по практике маркетинга, они создали модный продукт. А это модный продукт, поехать в Сирию, отрезать головы людям, и это круто. И они этот продукт стали успешно продавать. И абсолютно вы правы, здесь подключены высочайшие профессионалы, это Голливуд, это 100%. Потому что, когда видишь в интернете выложенные фотографии, видно, что вот этот бедуин или бербер, он наверняка не знает вот этой технологии выставления света, режиссуры кадра, принятия определенных поз, выражения лиц. Это явно сидят кучи... Куча мейкеров, которые его подкрашивают, выставляют свет. Это, значит, не просто его порыв, который они как бы привлекают людей. Можем сказать, что вот, к счастью, да, вот этот проект, он угасает, по большей части, потому что и работа наших ВКС, и наших служб специальных, спецопераций. Фактически, можно сказать, вот этот ореол победителей у них отбил. То есть сейчас вот эта форма не работает, и можно сказать, что этот проект находится в фазе обскура. То есть он угасает, и в ближайшее время он не сможет привлекать новых адептов в свои ряды. Но, тем не менее, мы, говоря о теоризме, именно в рамках наших рамков, нашей республики, через Резда Гистан, должны понимать, что здесь есть определенный внутренний ресурс. Есть контингент, который, он радикален изначально. Можно говорить, что это какие-то исторические традиции, где-то, возможно, это, значит, какие-то родственные отношения, дружеские отношения где-то влияют, и так далее. Есть обиды на, где-то на несправедливость, которая бы с ним приключилась. И с определенной, вот такой, постоянный страх и угроза, что мы можем опять столкнуться с этим же самым. То есть нам нужно разработать новые инструменты и новые правила работы с этими людьми. Ну, должен сказать, вот, чтобы было объективно, чтобы не получилось, что мы вот говорим обо всем, но не говорим о главном. Я еще работал в свое время, довелось, так получилось, для меня был это неожиданный опыт, и очень, кстати, такой поучительный. Я был руководителем первой рабочей группы комиссии по адаптации, если помните. И мне пришлось работать с людьми, с которыми я никогда не думал, даже рядом не сяду. Но это был очень поучительный опыт. Просто приведу пример. Как не считать тех, кто уверенно, убежденно пошел на ту сторону, с желанием убивать, там достигать каких-то своих убеждений. В Южном Дагестане несколько человек, человек 5-6, были осуждены по 208 статье, потому что оказывали содействие в темную. Они даже не знали цели и задачи своему однокласснику. А он был пособником. И все эти люди были привлечены к уголовной ответственности. Другой случай, допустим, в Хасаверте. Молодой человек, когда его спросили, ты почему в эти дела пошел? Просто я хотел подержать в руке оружие. Разные способы. Там, кроме убежденных, есть люди, которые по глупости попадают туда. Или по незнанию. Вот тут, я думаю, что государственные органы должны проявлять мудрость. Не просто строгую букву закона. Вы понимаете правильно. На ту сторону уходят наши земляки, наши соотечественники. Мы говорили, прежде чем готовились к эфиру, родители ведь не воспитывают детей только тумаками и затрещинами. Он же должен иногда его и похвалить, и поддержать, и по голове погладить. Вот сочетание вот этих двух методик позволит нам с молодежью найти общий язык. Сами задайте вопрос, что происходит в голове, и я сам себе его задаю, и не всегда нахожу ответ. Что происходит в голове молодого человека, который был хорошим сыном, нежным отцом, заботливым мужем, он был налогоплательщик, он, возможно, в армии защищал наше государство. И вдруг раз, он становится опасным для общества. Вот этот момент. Почему это происходит? Государственные органы, кто по долгу службы должны этим заниматься, должны этому уделить максимальное внимание. И не зря Национальный террористический комитет и руководство республики, руководство страны вообще говорят, ребята, переходите на адресную работу. То есть, скажем, надо разговаривать, вот как те вербовщики говорят глаза в глаза. Насколько у нас наш государственный аппарат и наши квалификации позволяют это делать, заточены под это. Вот это тема для очень глубокого анализа. Мы сейчас наблюдаем процесс возвращения тех, кто когда-то уехал в Сирию. Это разные пути, это разные судьбы. Вот уже здесь было сказано о том, что могут быть разные причины, побудившиеся для этого. Мы видим, как вывозят оттуда детей, женщин. Но остается другой процесс их социализации. Это то, чем ты занимался достаточно давно. И у тебя были несколько таких опытов в этом направлении. Есть люди, которые вернулись, отсидели срок, поскольку человек должен отвечать за свои поступки. И вот процесс его натурализации, вхождения в наш социум. Что удается делать и какие у нас есть возможности для того, чтобы людей вернуть в русло нормальной жизни? Ну, этот процесс, должен сказать, что можно разделить на две временные части. Первая, это в тот момент, когда это создавалось. Тогда было понимание, и это было, кстати, очень сильно поддержку дал Национальный террористический комитет. Было понимание, что всех не нейтрализуешь. Надо все-таки с этим процессом что-то делать, потому что он воспроизводится. И очень много тогда еще в этой среде было людей, которые оказались там случайно. Вот из моих контактов с этими людьми, встреч, бесед, выяснилось, что процентов 80-85 дагестанцев, не зная друг друга, из тех, кто ушел в лес, они готовы были выйти. Вопрос, как они могли выходить, как их встречали бы. Вот этот вопрос у них очень сильно в голове сидел. И эта тема для того, чтобы этим вопросом заниматься. Сейчас этот процесс, он как бы идет вялотекущим образом. И насколько я знаю, и последние эпизоды, и последние случаи, в основном эффективно это происходит в муниципалитетах. Там, где руководители местных силовых структур, местные руководители, они лично знают представителя той или иной семьи, который ушел на ту сторону. И они включают механизмы адаптации, они помогают это делать. Но главная проблема, этот процесс, он до конца не завершен. Другой момент. Мы зачастую, не всегда, может быть, подключаем все необходимые для этого структуры. Проводится достаточно большое количество семинаров, форумов. Полгода назад был форум по противодействию идеологии терроризма и экстремизм, международный. Там были гости из разных стран. Достаточно объемный был средство людей. И там речь шла о цифровизации терроризма, о том, что нужно бороться с террором до выхода его, грубо говоря, на оперативный простор. Тут вопрос, конечно, больше к техническим службам. Это силовики, это спецорганы, которые занимаются отслеживанием, реагированием. Это не вопрос к идеологии. Но тем не менее, вот на этой площадке, в площадке интернета, работа должна есть, конечно, более плотным графиком и более серьезными путями. Да, безусловно. Понимаете, силовики, если образно говорить, это хирурги. А мы должны с этим процессом, раз мы озабочены вопросом профилактики, мы должны работать методами терапевтов. Хирурги – это крайняя степень, крайняя стадия. Когда назрел нарыв, тогда приходится со скальпелем хирург. Наша задача сделать так, чтобы до ножа, до скальпеля не доходило. Поэтому я и говорю, что основной акцент, основная нагрузка объективно ложится на педагогов школы, на начальников или сотрудников управления культуры муниципалитетов, то есть земли непосредственно. Это потом человек, как проблема, поднимается на уровень республики, на уровень федерации в виде федерального розыска и так далее. Вот здесь, внизу, мы должны работать. Мы должны сделать так, чтобы молодежная политика была во главе угла. Главный контингент проблемный – это молодежь. 30% населения республики – это молодежь. Насколько эффективно мы с ней работаем. Кстати, должен сказать, что у нас замечательное взаимодействие с Министерством по делам молодежи. Просто очень хорошее взаимоотношение. Мы и гранты некоторые даже выигрывали на некоторые проекты. Просто надо понять, что исходить надо из того, что проблема – это проблема молодежи. Мы говорим об идеологии. Понятно, что ни одну идею не победить оружием. То есть, идея побежала столько идей. Естественно, здесь большую роль, активную роль играет, до сих пор играет и продолжает играть духовенство. Это наши люди. Муфтията, различные богословы и так далее. Но есть ли с ними у вас контакт? У нас эта работа взаимодействия налажена. Есть отдел по просвещению в Духовном управлении мусульман. Муфтията. Замечательные ребята. Они энтузиасты. В самом хорошем смысле этого слова. У нас с ними мероприятия проводятся. Желательно, чтобы их было бы больше. Другое дело, что поскольку мы Республика Светская, мы должны в тех рамках, которые есть, осуществлять нашу работу. Еще неоднократно было так, когда ко мне обращались различные эксперты, исследователи с Москвы, за рубежа в том числе. Я всем им говорил. И тут кому-то это нравится или не нравится, это факт. Медицинский факт. В 90-х годах, когда государство практически лежало на взничь, единственными, кто оказался людьми, кто и рискуя жизнью в том числе, оказал поддержку государству, общественному устройству, чтобы она не рухнула полностью, это было духовное управление мусульман. И не только те, кто считает себя мюридами, допустим, того или иного шейха. Очень много людей. У нас Дагестан, он как калейдоскоп, он многоцветный. Все они, вот почему они потом получили название традиционные мусульмане, там еще какие-то мусульмане, они все отвергли кровопролитие. Они все отвергли вот этот хариджизм, который фактически является главным врагом не только у нас в Дагестане, и мусульман. Дело в том, что многие путали термины, поначалу уже ведь никто особо не разбирался в этом, был привлечен термин ваххабизм. Кто-то сейчас может на меня обидеться, или скажет, что я неправильно говорю. Но ваххабизм, он имеет очень много градаций, разных степеней активностей. Со многими из вещей, которые они говорят, в принципе, можно согласиться. Поэтому и успешен их вербовочный механизм. Потому что, говоря А, и говоря Б, зачастую они друг другу не противоречат, но по сути являются разными. Действительно, вклад огромный. Где-то свыше 70 духовных лидеров Дагестана были убиты только за то, что призывали не проливать кровь. Уже этого достаточно, чтобы ответить на этот вопрос. Хабиб, к сожалению, мы ограничены во времени. Я бы хотел поблагодарить тебя за столь лаконичные и емкие ответы. И пожелать в этой работе не только твоей лаборатории, но вообще всем структурам, которые заняты борьбой с терроризмом, с экстремизмом, проявлениями и в Дагестане, и по всей России, успехов. То есть успехов в этом деле, чтобы спасти больше жизни, чтобы уберечь и молодежь, и не только молодежь, от того пути, который, к сожалению, вводит их в мрак и к смерти. Если можно, я буквально несколько слов. Магомед сказал глубокую и мудрую мысль сейчас, что времени у нас всегда мало. Мало времени. Найдите все-таки время для своих детей, для своих близких. Это главное в вашей жизни. Сделайте так, чтобы рядом с вами не вырос человек, который готов пролить чужую кровь. За то, что они не соответствуют его убеждениям. И пусть вас бережет Аллах на этом пути. Спасибо, Хабиб. Спасибо тебе за хорошее интервью. Спасибо за добрые слова. В эфире была программа подробностей. Белый Анатолий Махатилов. А мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин